А что происходит с родным, дорогим Ютубом? Ну, происходит ровно то, о чем, опять же, мы с вами говорили. Я несколько раз говорил о том, что есть идея YouTube заблокировать, попробовать, сейчас пробуют. Но очень важно, опять же, учитывают, вот в данном случае важно, учитывают общественную реакцию. Она оказалась негативной. Поэтому я вот всем своим слушателям, зрителям постоянно говорю. Какое удивление. Дорогие друзья, пользуясь вашим каналом, тоже, соответственно, скажу, если вы хотите повлиять на судьбу Ютуба, вы должны сделать простые вещи. Они очень простые, алгоритм простой. Вы пишете в Роскомнадзор. Это, да, инструмент чекистов, но вы пишете в Роскомнадзор. У них есть электронная приемная. Вы пишете, что враги России хотят посеять недовольство в российском обществе, закрывая Ютуб, который лично для меня важен. И вы поясняете, чем он для вас. Они хотят возбудить недовольство общества по отношению к государственной власти. И поскольку Роскомнадзор стоит на защите государственных интересов, вы призываете его не поддаваться на вражеские провокации. Я напомню, дорогие друзья, что в прошлом году Роскомнадзор получил 150 тысяч доносов. 150 тысяч. Это официальная статистика. Если мы напишем 300 тысяч сигналов, давайте назовем это не доносими, а 300 тысяч сигналов, поверьте, об этом все будет доложено. Помимо Роскомнадзора есть так называемые народные депутаты. Я имею в виду, это дубцы, или, как говорил мой покойный товарищ, думаки и федерасты. Значит, есть думаки и федерасты. Они сейчас в отпусках. Но у них всех есть тоже электронные приемные. И вы пишете, что мы на это добро не давали. Кстати, можете посылать одно и то же письмо. Просто ставите несколько адресов. Враги России пытаются подорвать единство российского общества. Если вы народные избранники, неважно, я за вас голосовал или нет, я вам передаю свой народный наказ. Наконец, третье. То, что уже работает. Это провайдеры. Они обычно говорят, а что мы здесь ни при чем. Очень даже при чем. Делайте скидочку. Делайте скидочку. Вы не можете обеспечить качественные услуги. Значит, пожалуйста, снижайте цену абонентской платы за домашний интернет, поскольку он фактически не работает. Или большей частью не работает. И пишите в тот же самый Роскомнадзор от имени провайдеров. Я могу вам сказать, что поставить на грань выживания региональных провайдеров таким образом очень просто. И они очень даже охотно откликаются. Они готовы идти на скидки. Предоставляют. Я прекрасно знаю от своих корреспондентов. На три месяца, на полгода. Лишь бы их абоненты не удалились. Понимаете? Поэтому есть возможность повлиять сейчас. Вопросы о Ютьюбе будут решаться в ближайшую декабрь. О том, как. Продолжать, не продолжать. Потому что за Ютьюбом, имейте в виду, дорогие зрители и слушатели, последует Ватсап. И, наконец, последнее, на что они мечтают покуситься, это Телеграм. Они бы очень хотели покуситься на Телеграм. Учения по блокировке Телеграма, которые сейчас проводились, прошли не очень удачно. Но если они, значит, все-таки решатся закрыть Ютьюб, а потом Ватсап, то, конечно же, они за Телеграм примутся. Ну и да, и действительно, там ВПН находить я никогда не буду рекомендовать какой-то. Потому что это все наказуемо по российскому законодательству. Но я могу сказать, что существует масса бесплатных и вполне качественных, эффективных ВПН. Спасибо, Юля, за возможность поделиться этой замечательной информацией на вашем канале с вашей аудиторией. Я глубоко поддерживаю. И главное, господа, вот когда мы вас в первый раз с Валерием Дмитриевичем будем учить недоброму делу, когда пишите, пишите. Я, как верный сын партии и правительства, пребывая в восхищении от политики Кремля и спеша, что, значит, наблюдая за ходом специальной военной операции. И тут враги, заокеанские американцы, и примкнувшие к ним укронацисты, они, значит... Укронацисты, масоны, там не знаю, кто еще... Масоны, бедодерский клуб, пробравшись в руководство нашей богоспасаемой Родины, глушат Ютуб, который меня информировал о том, как, значит, у нас все хорошо. О том, как за котиками ухаживать, о том, как плести лапти, о том, как дроны собирать, как наши доблестные вооруженные силы дают отпор, да, укронацистам. И вот это все теперь... Да, конечно. Они покушаются, вы понимаете? И вы фактически, ну как же так? Дайте им отпор, отлуп, говоря языком Шолохова, дайте им отлуп, врагам России. А может, еще как-то парочку образцов написать и распространить в сети, чтобы народ копировал и радовался. Юля, давайте мы, как говорил Горбачев, не будем подбрасывать. Люди у нас образованные, они все... Вот такой стиль здесь давным-давно освоен. Я всегда говорю, ради бога, не протестуйте, не злитесь, просто пишите о том, что вас беспокоит, ну, аранжируйте это соответствующим образом. Да, и я еще даже хочу сказать, что партия «Новые люди», где-нибудь она к ночи помянута, то, что тоже, между прочим, запустила петицию, на которой называется «Не надо нас замедлять». Ее очень легко найти. Я даже сейчас на ее сайт зашла, набрала «Новые люди», петиция «Ютуб», сразу вылезла. Между прочим, уже миллион четыреста восемнадцать тысяч подписал человек. Ну, понимаете, да. Подписывайтесь, подписывайтесь любые петиции. Понимаете, общественное мнение, и они считают, что они непременно этому поддадутся. Это было бы опрометчивым заявлением. Но то, что они это учитывают, это абсолютный факт. Абсолютный факт. Они не хотят нажить, множить, прошу прощения, число рисков сверхнеобходимых. Юлия Леонидовна пишет «Научите нас плохому». Вот учим-учим, господа. Еще одна важная история на этой неделе. Долго сомневались, хотя уже было достаточно понятно, кто взорвал Северный поток. Еще, значит, в Кремле всегда говорили англосаксы, англосаксы. И вот тут, с одной стороны, германская прокуратура выписала арест, ордер на арест украинского дайвера. Ну, и Wall Street Journal под это дело зарядила гигантское расследование, в котором сказала, что все это сделано было под руководством Валерия Федоровича Залужного. Непосредственно исполнитель был такой украинский Джеймс Бонд Роман Червинский. Ну, мы, правда, тут с Wall Street Journal не совсем согласны. Я считаю, что Зеленский вообще не знал. Они считают, что он знал, но это уже такие мелкие детали. У меня вопрос, как к этому расследованию отнеслись в Кремле? Потому что как же? Оказывается, не англосаксы. Нет, Юлия Леонидовна. Отнеслись, безусловно, поощрительно. Потому что это все равно. Виноваты кто? Украинцы. И потирают руки, потому что прекрасно знают, что это все ложь. Это все ложь. Это все ложь. Об этом прекрасно знают. Это все равно, как расследование Сеймара Херша о том, что, запомните, значит, за взрывом стоят Соединенные Крымы. То есть, это аналогичная, аналогичная по содержанию версия. Аналогичная по содержанию. Понимаете, если... Есть такая замечательная чекистская привычка, вообще не чекистская, спецслужбистская. Чекисты здесь ни при чем. Работать по чужим флагам. Я больше ничего на эту тему говорить не буду. Я просто знаю, что эта информация не соответствует действительности. Уолл-стрит-джорнал. Ну и что? Людям свойственно заблуждаться. Кстати, медиа тоже свойственно заблуждаться. Германская прокуратура тоже? Германская прокуратура, да. Она, не сомневаясь, что она выдала ордер на арест того, кого надо, вопрос в том, почему она позволила ему удалиться. Не потому ли, что когда вы проводите такое очень подробное расследование, начинаете вести допрос, пункт, как говорил один советский генпрокурор, главное не выйти на самого себя. Есть риски выйти на тех, на кого не стоит выходить. Эти риски очень велики. И это с Украиной не так уж тесно связано, как кажется. Правильно я понимаю, что вы считаете, что Северный поток взорвали люди, близкие к Кремлю. Я вообще ничего не считаю, Юля. Я просто знаю, что эта версия не соответствует действительности. Окей. Возвращаемся немного к курсу. В прошлый раз вы помните, говорил, что Стрелков виновен, но не в том, в чем его обвиняют. Вот это то же самое. Я, кстати, нашим слушателям напоминаю, что если они зададут действительно интересный и хороший вопрос, я обязательно его Валерию Дмитриевичу задам. А пока мне хочется спросить о политических перспективах Аптела Удинова. Вам не кажется, что стремительная ретирада батальона Ахмат с поля боя и последующие заявления Аптела Удинова о том, как он контролирует Сунжу и попытки разборка с Z-блогерами и так далее, они, как бы сказать, сильно уменьшили его планы, его шансы стать преемником Кадырова. И вообще, как они были восприняты в Кремне? Юля, а с чего вы взяли, что у него были шансы стать преемником Кадырова? Это тоже верно. А с того, что вы об этом прочитали в российских телеграм-каналах, я могу сказать, что и это не соответствует действительности. Это не соответствует действительности. Поэтому то, что сказал Аптела Удинова, то, что он скажет, то, о чем он промолчит, не имеет никакого значения для вопроса о престолу наследия в Чечне. Заметно. Язык у людей существует для того, очень часто, чтобы скрывать свои мысли и подлинную ситуацию, а не для того, чтобы об этой ситуации рассказывать. Тем паче обнародовать свои мысли. А что касается Киринлян, вот это очень важно. Рамзану Ахматовичу карт-бланш на создание механизма престола наследия. Вот это очень важно. Вот этот механизм он формирует. Кто станет этим престолом наследником, этот вопрос не решен. Это совершенно точно. Поэтому можно назвать любую фамилию, это не стоит ровным счетом ничего. Я бы сказала так, что если механизм престола наследия формирует сам Кадыров, то мы можем быть уверены, что престол наследия будет закреплено за каким-то человеком из клана Кадырова. Это как-то вот гадалка. Скорее всего, но это, кстати, будет действительно согласовываться с Кремлем. Очень важно. Вот этот вопрос. Но дело в том, что сейчас у Рамзана Ахматовича состояние гораздо лучше, чем было. Ему торопиться не надо. Вот страховочная сетка создана. Сейчас обратите внимание, ее формирование на самом деле уже как бы и прекратилось. Значит, все обстоит для него не так плохо. Поэтому и нет нужной думать о приемлеме. Да, поэтому он, собственно, и пиарится с Кибертраком. Это такой способ сказать, что вы смотрите, как я здоровый. Вернуться, да, абсолютно правильно. Илон Маск вернуться в повестку. Вернуться в повестку, да. Вот он возвращается таким образом в повестку. Это позитивная повестка, она перебивает ту повестку, которая связана с Абтиалу Удином и с батальоном Ахматовым, которую трудно назвать позитивной. И вы уже говорили об Александре Лукашенко, которого, по вашему мнению, который, как вы говорили, Россия сейчас пытается втянуть войну, правильно? Я понимаю, что имеется в виду просто использовать белорусскую армию, потому что своей не хватает. Или что? Да, хотели бы просто создать очаг напряжения, ну, то есть вернуть Белоруссию в участие в военных действиях. Хоть мытьем, хоть катанем. Лукашенко изо всех сил сопротивляется и, насколько я знаю, ему удастся успешно сопротивляться. Ну, вы знаете, вот, как показывает там, вот такой телок или телочка, которую вот тянут, да, тянут, пытаются вытащить, вот она уперлась или он уперся, вот Лукашенко сейчас в таком качестве, но он, поверьте, очень уперся. И я не думаю, что кремлевским кукловодам, которые о себе очень высокого мнения, а довольно низкого Лукашенко, удаст этого колхозника или картофельного лося, как они его называют, с подачи покойного Путина переедрить. Вот не удастся. У меня такое ощущение. Картофельного лося пытались еще два с половиной назад года заманить на ту же самую делянку. И он тогда уперся в логом и не пошел со страшной силой. Тогда они вели все по-другому. Они тогда фактически оккупировали Беларусь, фактически оккупировали и решили, что вот как только мы возьмем Киев, вот тут же мы его заставим подписать все нужные нам документы. И нам плевать. Но, как говорится, в первом пункте вышла промашка. Во-первых, в строках письма. Поэтому он снова, значит, вывернулся. Это удивительный хитрец. Просто удивительный. Я могу вам сказать, что им восхищаются некоторые люди. Не все. Некоторые люди и в Кремле восхищаются, и в Европе. Они же снова готовы с ним потихонечку начинать иметь дело. Как только он стал говорить о том, что я не вею, все не вею, что он понимается. Я уйдзу. Будут другие люди вместо меня. Они готовы с ним уже иметь дело. Он действительно собирается уходить. Он тоже готовит механизм престола наследия. С Беларуси это будет несколько сложнее. Там действительно будут выборы. Но он, по крайней мере, обеспечивает себе механизм сохранности, я имею в виду, физическое существование и сохранность активов. вполне себе. Вот сейчас, последние полгода он работает над этим. И не безуспешно. И что? Вот в этой ситуации ему надо начинать военные действия, развязывать военные действия против... Ради чего? Он же смотрит на русских партёров как на откровенных идиотов. Я не шучу. Вот вы влезли во всё это. Хотите меня ещё втянуть? Спрашивают гость в лаптях. Профессор, ваш прогноз Дональд или Хамала? Хочу поставить 100 рублей после вашего ответа. Я присовокупляюсь к этому вопросу. И более того, хочу спросить, как вам было предложение Камалы Харрис о регулировании цен? Дело не в том, что она это предложение сделала. Она же флюгер. У неё же своих мыслей нету. То есть, она озвучивает только то, что значит... Начну со второго. Я понимаю, что левые это самоубийцы. Вот я вижу, они самоубийцы. Везде. Где я бы ни говорил с левыми, в какой стране, их набор идей сводится к одному и тому же. Они всегда заговаривают о регулировании цен. О том, что денег можно напечатать сколько угодно, прикрывая это там как красивым выражением новой монетарной теории. Правда, сейчас они стали гораздо меньше говорить, чем прежде. Они готовы любую страну разбить о стену. Любую страну. И, как мы знаем, ну вот в императорской России это довольно удачно получилось. Довольно удачно. Ну, я имею в виду уже там скорее уже после... начиная с 18-го года. Что касается того, кто победит... Дорогие друзья, я вас уверяю, подбросьте монетку. Это будет не менее надежно, чем спрашивать экспертов. Там, где речь идет о такой сложной ситуации и о демократических процедурах вам никто никогда ничего не скажет. Я в 2016 году сказал, что победит Трамп. Я сказал публично. Сказал, кстати, на эхе Москвы и на Комсомольской Правде. Радио Комсомольская Правда. Никто посмотрели на меня очень странно. Сказал, победит Трамп, вы увидите. Ну, тогда я знал, что он победит. Сейчас я не знаю, кто победит. Поэтому я не понимаю, чем гадание на монетке «Хотите на Эдзин». Ну, Эдзин – это очень сложное гадание, но рассматривают другие вообще проблемы. Ну, это будет очень эффективно. Я полностью присоединяюсь и скажу, что с точки зрения теории игр в условиях, когда у вас есть ограниченное количество информации о тех событиях, которые вы пытаетесь предсказать, делание вот этого предсказания стахастическим способом, то есть, грубо говоря, гадание на монетке или на печени жертвенного животного или на той же самой Эдзин и так далее, так далее. Это, с точки зрения теории игр, оптимальный способ. Ну, на Библии можно погадать, ну, попробуйте, но там более сложные. Лучше вот такой простой «да, нет». И тогда, наверное, последний вопрос, это все-таки вопрос, возвращаясь к Курску, о реакции, как вы, лично вы, оцениваете скорость реакции российской армии или, наоборот, скорость ее нереакции. И, хотя вы говорили, что генералы обсуждали в генштабе даже не свои аресты, а свои должности, но все-таки, наверное, они как-то тоже должны были план противодействия обсуждать. И вот, что они обсуждали? Это нормальная по времени реакция для российской армии. Как вот я вчера встречал со своим очень хорошим приятелем, человеком весьма осведомленным, но главное, с блестящим чувством юмора. И с таким, я бы сказал, он там не гуманитарий, не политолог, он всегда всю жизнь занимался бизнесом и небезуспешно. Он сказал, слушай, ну что ты хочешь от крестьянской армии? Она всегда так реагировала и будет так реагировать. Она реагирует в меру своего внутреннего устройства. Он абсолютно прав. Я бы сказал, довольно быстро отреагировал. Довольно быстро. То есть, я не считаю, то, что произошло, там будут говорить провал, провал, да это не правда, это не провал. Это вещь, которая была заложена в самой природе ситуации. У вас разряженное пространство географическое, у вас там какие-то крохотные поградзаслоны. Говорят, спорят, ах, там была линия обороны или нет. Послушайте, линия обороны работает, когда там сидят люди и техника. И этого нет, ни техники, ни людей. Об этом все прекрасно знают. Можно вот, вот как Пригожин шел от Ростова на Москву, разряженное пространство. Вот то же самое, разряженное пространство, можете войти и можете двигаться. Вашли и начали двигаться. Хватило бы у них азарта и наглости, но они все-таки украинцы пытались вести себя как классическая армия. Логистику же надо поддерживать, что вы когда входите, логистика растягивается. Могли бы дойти до Курска. Ночью могли бы дойти до Курска. До Курчатова могли. Вот место, где Курская атомная. Я думаю, что, в общем, одна из целей была это дойти до Курской атомной и обменять ее условно Запорожскую. Вот я говорил. Идея обмена территорий. Кстати, украинцы же об этом нисколько уже публично же говорят. Ну, обменяем территории. Да, вот мы закрепимся. Вот, значит, у нас сейчас там военная комендатура, которую возглавляет. Ну, это, конечно, такой чистый троллинг. Генерал с фамилией Москалев. Украинский генерал с фамилией Москалев. Ну, это издевка над москалями. Ну, чисто. Вот генерал с русской фамилией. Москалев. Вот вы хотели. Пожалуйста. Так, главком сыр. Вот в этой части. В части троллинга у них получилось. А части в достижении цели. Думаю, не всех. Ну, по крайней мере, какие-то цели достигнуты. Что касается российской реакции, абсолютно, понимаете, совершенно, все, что вы слышите первый день, это абсолютная ложь. Мы за сутки восстановим ситуацию, говорит Герасимов. Кто-нибудь, думаете, ему верил? Никто. А зачем он это говорит? Все знали, что это... А потому что это правило игры. Он должен сказать, что мы восстановим. Если он скажет, что там... Извините, пожалуйста, если бы он полез восстанавливать ситуацию, то он бы угробил там гигантское количество армии, сунувся в воду, не зная в роду. То есть, как бы, надо сначала осмотреться, чем восстанавливать. При этом, что есть публичные заявления и есть то, что в приватных докладах. Это же Герасимов говорил весной прошлого года, тогда еще живому Путину, что если украинское контрнаступление будет сопровождаться вот теми, значит, ресурсами, которые Украине обещал Запад, то мы потеряем все территории и, возможно, Крым. Но не страшно, Владимир Владимирович, мы его потом отобьем. Но Путин обомлел и хотел Герасимова после этого уволить. Но это говорилось, когда они встречались с приватным, понимается. Ну, там было еще двое или трое человек. Приватно, на самом деле, практически никогда не бывает. А сейчас, значит, Герасимов говорил по-отканскому, да, конечно, пришел в состоянии тяжелейшего похмелья, просто тяжелейшего. Вот. Он снова начал не просто пить, а бухать. Причем бухать по-черному. Он говорит, ну вот, за сутки... А что, ткань, ура, за сутки, ладно. Значит, если бы он сказал правду, сейчас украинцы закрепятся там. Мы их не сможем выбить. Это ровно то, о чем нас предупреждали. Он мог бы... Что, он должен был сказать публично? Я же вас предупреждал. Мы не сможем их выбить. А не публично он это говорил? Говорил. Говорил, конечно. Он прекрасный военный на самом деле. Да. Он знал об этом очень хорошо. Он очень здраво оценивает ситуацию. Можно к нему как угодно относиться, и для этого есть причины относиться к нему негативно, очень серьезно. Но то, что он реалист, это абсолютная правда. Он знал, что это может случиться. А что? У него был выбор. Все силы бросили на Донецкое и Харьковское направления. Чем ему там было заслоняться? Он говорит, ну вот у нас нет... И теперь, понимаете, для него это железный аргумент. Там тоже, конечно, есть политическая византийская игра. Но вы же хотите нас арестовывать всех. Ну давайте арестовывайте теперь. Ну давайте вот вы сами идите. Вот вы руководитель, значит, такого там департамента ФСБ. Вот вы такую-то службу. Идите, руководите, организуйте оборону. А вы офицеры. А что вы здесь сидите в Москве? Давайте-давайте из военной контрразведки. Давайте на передовую. А не готовы? Значит, тогда мобилизация. И нас не трогайте. То есть правильно ли я понимаю, что с точки зрения внутренних военных действий, внутри, в смысле, в российской военной верхушке, наступление Украины на Курск будет успешно использовано для прекращения ареста в Генштабе со словами «А иначе идите сами и сражайтесь». Уже использовано. Уже использовано. Уже использовано. И будет успешно использовано партии мира. Он говорит, ну слушайте, ну вы же провалились со всей своей стратегией. Вы же нам обещали, что мы там по миллиметру их выдавим. Выяснилось – нет. Так вот, я к тому, что российская реакция на вторжение на самом деле была очень неглупая, потому что, как ни странно, эта замедленная реакция, она спасла большие силы российской армии, которые иначе были бы перемолотые. Но я все время терзаюсь вопросом. Валерий Дмитриевич, это же, одну секундочку, это важный вопрос. Это произошло у динозавра от того, что динозавр неповоротливый, или от того, что он умный? Это не от мудрости, нет. Это от того, что они не знали, что… Это типично. Да. Вы понимаете? Потому что, если бы они реагировали так, как написано в книгах по кризисному управлению, они бы исходили из того, что быстрое решение важнее правильного. Они бы тут же стали поднимать, всех бросать, они стали чесать в затылке, говорить, ну посмотрим, ладно, мы не очень понимаем, давайте разберемся. Ну хорошо, ну зашиви. Да хрен с ней, помните, с этой кемской волостью. Вот с Курской областью, да хрен с ней. Большая, в России земли хватит. Ну Курская, ну что, ну город Курск. Вы знаете, я уверен, что реакции были совершенно спонтанные. Есть у меня некоторые основания, так полагаю. Потому что я могу вам сказать, что вот Министерство обороны просто устранилось полностью. Вот его не было. Вот занимался Генштаб. Я больше ничего не буду рассказывать, потому что я знаю, чем Миноборона в это время занималась. Это просто позор. Я бы сказал, это трагифарс. Не позор, а трагифарс. Когда-нибудь об этом напишут мемуары. Машки на столе считала. Неужели возмущает? Ну что-нибудь такое? Нет, не буду, не буду. Говорю, понимаете, все перекладывают ответственность. Ну давай, принимай решение. И работает знаменитый русский принцип. Ну может оно как-нибудь само собой рассосется. Ведь знаете, часто рассасывал. Здесь не рассосалось, но они потом приняли в принципе правильное, естественное решение. Можно сказать запоздавшие. Хорошо, если бы они эти приняли решение в первые сутки. Вы думаете, они были бы так быстро выполнены? А я вот не уверен. Я вот не уверен, что они были бы так быстро выполнены. Если бы они в первые сутки попытались быстро заниматься кризисным менеджментом, они бы потеряли ровно втрое больше людей пленными убедительно. Возможно. Потому что не понимали, что и где происходит. Хотя бы по этой причине. Вот. И так, вот это массовое пленение, да, нашумевшая история. Ну вот, пожалуйста. А сколько могло бы быть погибших? Валерий Геннадьевич, спасибо гигантское. Спасибо вам. Это было очень интересно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.